Давайте начинать тогда. Получается, камеру лучше смотреть? Как угодно. Смотрим на аудиторию лучше. Да, просветленные лица в субботние. Приветствую. Тогда вас уже отлично. После двух лекций через интернет работать немного попроще. Будет и поприятней. Вот. И, значит, прошлая лекция у нас была довольно плотной. Есть ли какие-нибудь вопросы у вас после нее и по тому конспекту, что вы высаживаете? Вот. Соответственно, в конспекте у нас было то, что я пропустил во время лекции. Так, а именно, классификация некая начальная так, которая у нас возможна на схему шифрования. Вот. То есть, исторически, задача-то состояла в чем шифрования? Здесь у нас там некий штаб, да? Здесь, допустим, войска, поле. Вот. И, соответственно, здесь есть гонец, да? С неким сообщением, вот, которого, соответственно, у нас может перехватить неприятель. Да? То есть, атака, которая изначально рассматривалась, вот, и до сих пор, в принципе, является основной. Атака к перехвату сообщений я, да? Или сообщений. Ну, вообще, даже в этом случае, если у нас, соответственно, гонец бежит сообщение в его перехвату, то мы рассматриваем случай однократного перехвата, да, сообщений. Вот. В принципе, в общем случае, это не обязательно. И когда средства коммуникации стали развиваться, то, в общем-то, сообщений стало больше, и перехват тоже, соответственно, стал многократным, как правило, с накоплением информации, вот, от одного сообщения к другому. Вот. Но это не единственная возможность. То есть, в конспекте у вас уже там есть, собственно говоря, 4 базовых варианта, да, которые, на самом деле, еще ветвятся. На практике по множеству подвариантов, вот, но мы будем рассматривать самые базовые, да. То есть, пока вот мы говорили о перехвате однократном сообщениях, как правило, это называется у вас конспекте атакой на основе шифротекста. Конспекте читал кто-нибудь? Да. Да. Да, значит, решение. Это радует, да. Вот. То есть, есть у вас там 4 варианта атаки, да. Атака на основе шифротекста, когда у нас атакующие все, что имеет, это шифротекст. Да. Или несколько шифротекста. Ну, соответственно. Там, c1, c2 и так далее, да. Вот. Соответственно, есть более изощренные варианты. Первый – это атака на основе открытых текстов. Вот. Когда у нас, допустим, известна связь, да, между какими-то парами сообщения и шифротекста. Это нападает. Давайте вот здесь. Не нападает точно. Да. То есть, допустим, известно, допустим, что сообщение М1 соответствует шифротекста, c1, да. И дальше есть, допустим, еще там шифротекст c2. Вот. И, в общем-то, вопрос получить какую-то информацию по сообщениям, которая стоит за этим шифротекстом. Вот. Ну, то есть, здесь у нас информации уже у атакующего больше, да. Вот. Ну и практически, собственно говоря, это тоже довольно популярный вектор атак. Ну, то есть, в истории часто удавалось перехватывать, допустим, понимать как-то вот некое соответствие. И задача состояла в том, чтобы шифровать остальный массив информации. Вот. Еще более защённый вариант – это атака на основе подобранного открытого текста. Вот. У меня, соответственно, там в скобочках есть англоязычные названия, что в синей книге, что в остальной есть стандартное название для всех этих векторов атак. Вот. И, в общем, эта атака называется Chuzan Paintex Attack CPA. Вот. Соответственно, вот предыдущая, когда нам известны какие-то пары, но неприятель у нас не делает каких-то активных действий. Нет, вектор называется Non-Paintex Attack CPA, соответственно, да. Вот. И… Да, это еще более защённый вариант, когда у нас, собственно говоря, неприятель может попросить зашифровать некий текст, да. то есть, ну вот, допустим, он может изобразить из себя гонца, да, или подослать фальшивого гонца, соответственно, попросить зашифровать некое сообщение M, да, там, получить в ответ шифротекст C. И, собственно говоря, задача состоит дальше в том, чтобы, соответственно, что-то понять о других шифротекстах, не соответствующих сообщению M, да. Ну, то есть, здесь у нас уже неприятель может вести себя адаптивно, то есть, ваку, мощности у него еще больше появляется. Появляется. Вот. И, соответственно, четвертый вектор CCA, атака на основе подобранного шифротекста, чужинный сайф, текст атак. Вот. Когда атакующему неприятелю позволено, соответственно, дать на расшифровку некий шифротек, да. То есть, если в прошлом векторе у нас атакующий давал сообщение, просил ему, вот, зашифровать, то, соответственно, в четвертом векторе он дает некий шифротекст C, да, и, соответственно, в ответ ему приходит сообщение M, да, расшифрованное. Вот. И, опять же, задача состоит в том, чтобы что-то понять о других шифротекстах. Допустим, у нас не все шифротексты можно так попросить расшифровать, да. Да, вот я тоже хотел спросить, а что если этот шифротекст нельзя расшифровать, то что нам придется назад? Ну, здесь зависит уже от реализации, да. Вот. Ну, на самом деле, у вас даже будет практика, вот, где надо будет делать эту атаку, где, соответственно, там приходит сообщение об ошибке некое. Вот. И, в общем, по этому сообщению об ошибке уже можно скрыть. Будет, соответственно, зашифрованный текст, чем вы будете заниматься. Вот, то есть это все, на самом деле, не теория, да, то есть все эти вещи на практике случаются. Вот. То есть даже вот этот вариант, который изначально кажется экзотический, он, в общем-то, на самом деле, на практике имеет довольно много последствий. Вот. Так. Это у нас прошлая лекция осталась, да. Прошлая лекция у нас довольно была плотной. Как я говорил, давайте напомню вообще, о чем мы делали речь. Речь шла о том, что люди занимаются шифрованием и взломом шифров давно. Да. И даже, собственно говоря, есть некое разделение здесь терминологии. Не везде, правда, принято, то, что криптографию, ну, как таковую даже не криптографию, но это, в общем, по большей части в европейской школе есть разделение, что криптографией мы называем все-таки большее искусство составления шифров, да, неконструирования схем. А, соответственно, есть еще дисциплина, которая называется криптоанализом, которая, наоборот, посвящена взлому шифров, ну, и, в общем, прочих фотографических схем. И есть некий такой обобщенный термин криптология, который объединяет все это. Единственное, это вот все не очень прижилось, вот, ну, с заходилами, соответственно, Европы, вот, то есть, все-таки, вот, в остальном мире есть понятие криптоанализа, да, но криптография, собственно говоря, занимается и конструированием схем, и, в общем, криптовый, да, в целом. Это некое обобщающее понятие, вот, ну, возвращаясь к истории, когда еще не было никаких таких понятий, люди начали как-то шифровать, да, сначала наивным образом, то есть, используя простейшие шифры сдвига, такие, как шифры Цезаря, или шифры замены, да, здесь можете, кстати, я не упомянул в прошлой лекции прочитать про квадрат Полибиуса, древнегреческий шифр. Замена простейший. Вот, да и, в общем, может быть, там, во времена античности все это еще как-то было нормальным, да, но потом все это научились ломать, вот, с помощью частотного анализа, или даже перебора вариантов в случае шифра Цезаря, да, шифра сдвига простейшего. Вот, и потом, собственно говоря, реконструировали шифров, начали пытаться ломать частотный анализ, появились полиалфавитные шифры, когда мы в зависимости от позиции символа в тексте его меняем на один или другой вариант. Вот, собственно говоря, шифры Виженера мы рассмотрели, вы его, собственно говоря, поломали, да, и дальше, как развитие К пределу, в общем-то, появился вот шифр одноразовых блокнотов, да, то есть это шифр, в котором мы ломаем частотный анализ абсолютно, да, почему? Потому что мы, собственно говоря, для каждого символа делаем уникальную замену, понятно, да, почему? Опять же, во время лекции я рассмотрел случай, когда у нас, собственно говоря, шифротекст является исключающим или, да, вот, но, в принципе, точно так же можно делать и сдвиг, а, пардон, здесь, да, попаси, это все еще за рунду индексом, вот, собственно говоря, можно делать так же и, собственно говоря, да, обычно набирать, да, в случае латинского алфавита, вот, 26, и, собственно говоря, да, получается, мы просто делаем сдвиг, в общем-то, на уникальную позицию каждый раз, вот, частотный анализ ломается полностью, как мы рассмотрели в прошлый раз, шифр одноразовых блокнотов является абсолютно стойким, в том плане, что никакой информации извлечь невозможно, пока ключ хранится в секрете, но не только. Не только это, шифр одноразовых блокнотов у нас является довольно ограниченным по своим возможностям, во-первых, если мы берем нашу классификацию АТАК, то он является устойчивым лишь только к атаке перехвата, да, и, более того, он является устойчивым лишь только к однократному перехвату сообщений, да, вот, даже более того, на экзамене будет вопрос, почему так, то есть, можете сами подумать, что, в общем-то, будет, если удастся перехватить, собственно говоря, от ваших протекций, да, а с одним и тем же причем. так, здесь смысл индекса другой, да, если у нас два сообщения, то, собственно говоря, что это означает, вот, и более того, собственно говоря, размер ключа у нас равен размеру сообщения, да, что, может, для коротких сообщений еще нормально, если вы, допустим, хотите зашифровать содержимое своего жесткого диска, насколько там сейчас жесткий диск терабайт, размером средний, вот, то, собственно говоря, ключ у вас тоже должен быть такого же размера в 2 терабайта, что не совсем, наверное, привлекательно, да, встает вопрос еще, где хранить, собственно говоря, это ключ, да, то есть вам еще нужен отдельный жесткий диск для хранения ключа, вот, соответственно, хотим мы иметь что-то более практичное, да, наверное, вопрос, нельзя ли использовать, собственно говоря, шифр одноразовых блокнотов, и брать размер ключа поменьше, да, вот, и на самом деле такого делать нельзя, так, это у нас будет, соответственно, теорема 5 складной нумерации, да, вроде бы, пойдет у себя какая-то будет, вроде бы, должна быть пятая, вот, что потом пишет, да, вот некий черновик, да, то есть теорема 4 была про абсолютную стойкость шифр одноразовых блокнотов, да, вот, а, собственно говоря, теорема 5 говорит, если схема шифра, то есть здесь мы обобщаем результат даже не только про шифр одноразовых блокнотов, но про все шифры с абсолютной стойкостью, делаем следующее утверждение, делаем следующее отрицательный результат, если схема шифра, напоминаю, ген, у нас три функции, если схема шифра, вот, из трех наших функций является абсолютно стойкой, то пространство ключей пространство ключей, да, у нас, соответственно, не меньше пространства сообщений, так что, в принципе, означает то, что у нас ключ по размеру не меньше сообщения, да, в случае шифра одноразовых блокнотов ключ еще и одноразовых, что хуже всего, вот, так, это теорема 5, собственно говоря, доказательство оно простое, да, то есть, путь удалось переходить в шифротекст С, да, и затем мы берем по пространству ключей, перебираем все возможные расшифровки шифра текста, получаем, собственно говоря, некое множество, да, эмо С, вот, и у нас, собственно говоря, не может быть больше расшифровок, чем ключей, да, вот, поэтому, так, у нас получается вот так, да, вот, теперь предположим, собственно говоря, вот, что у нас, собственно говоря, верно обратно, как бы, да, формировка, то есть, что пространство ключей меньше пространства сообщений, да, то есть мы доказываем от противного, вот, и тогда получается, что есть сообщение у нас, да, ну, то есть получается, что у нас вот это вот множество, да, уже меньше этого, и, соответственно, есть какое-то сообщение М, такое, что оно принадлежит, соответственно, да, и при этом оно не принадлежит, множество возможных фишковок, да, и, соответственно, что мы получаем, так, М, штрих, да, так, а почему М, штрих, ну ладно, пусть будет М, штрих, так, и, соответственно, да, вот, да, соответственно, вот это вот равенство плюс неравенство обозначает то, что наш шифр не является абсолютно стойким, да, соответственно, мы пришли к противоречию, значит, у нас вот это вот верным быть не может, да, пространство ключей не может быть меньше пространства сообщений, вот, понятно, да, вот, поэтому, что мы можем со всем этим делать? Вот, то есть мы все-таки хотим, наверное, формализовать понятие стойкости, да, потому что без формализации сложно что-то сказать определенного, вот, ну, то есть это мы будем повторять просто, опять же, реалистическое развитие, вот, и, в общем-то, опыт прошедших тысячелетий показал, что, в общем-то, это, ну, на практике-то, в принципе, практические шифры всегда делаются по неким реалистикам, да, но все-таки состоит теория, которая хотя бы говорит о том, что есть все-таки некий идеал, да, к которому практика стремится, вот, и этот идеал, там, суть, формализованное определение, вот, ну, собственно говоря, если мы идем по формальной дорожке и, в общем, хотим иметь абсолютную стойкость, то шифры получаются непрактичными, вот, значит, нам надо каким-то образом поменять определение, да, вот, и, наверное, уйти от понятия абсолютной стойкости, потому что, как мы доказали, в общем-то, если мы пользуемся абсолютно стойким шифром, то далеко с этим не уедешь. Вопросы как-то будут с той стороны приходить или нет, не знаю. Так, значит, собственно говоря, чего? Ну, вот, что у тебя звонок? А, ну, у меня его сейчас нет под рукой, так что, ладно, следующая лекция. Можете зачитывать, если там есть что-нибудь интересное. А не голос могут задавать, в тот клон подключен. Что там говорят, по поводу хорошо видеть? Нормально свернуть? Так. Ага. Так, значит, да, в общем, понятие абсолютной стойкости на практике может быть излишним, и, собственно говоря, встает вопрос, как у вас ладить. Ну, первое, с чего мы можем начать, это привязаться к чему-то, да, так как, в общем-то, мы имеем компьютеры, да, которые делают все это, то логично привязаться к вычислительной мощности, собственно говоря, атакующего. Ну, допустим, нам известно, что мощнейший вычислительный центр может делать там какое-то количество операций в секунду на этом расшифровке. Вот. И дальше мы можем сказать, что, в принципе, если мы шифруем там содержимое своего чата, да, то нас не очень волнует, что его можно вскрыть, если самый мощный вычислительный центр потратит две тысячи лет на то, чтобы вскрыть шифр с вероятностью в одну тысячу процента, да. Ну, наверное, ваш чат того просто, говоря, не стоит. Вот. Соответственно, есть такой подход. Обычно его ассоциируют, ну, вот в синей книге, а с двумя, собственно говоря, переменами, которые я назвал, да, то есть если мы фиксируем некую вычислительную мощность, то мы, собственно говоря, говорим о каком-то времени, да, которое надо потратить атакующему, и, собственно говоря, есть еще некая вероятность. Эпсилон. Вот. Вскрытие шифра взлома. Схема некая в лучшем случае. Вот. Таким подходом активно пользуются на практике нули похожими, да, то есть, в принципе, когда там разрабатывают стандарты, обычно какие-то такие рассуждения встречаются. Вот. Ну, как вы, наверное, понимаете, вычислительная мощность у нас меняется, да, там со временем, и рассуждать о каких-то конкретных значениях там бывает и неудобно, и, собственно говоря, там в доказательствах бывает сильно не уйти там со всем этим. Не удается, собственно говоря, пробраться. Поэтому есть подход более абстрактный, который у нас будет заключаться в следующем. Ну, во-первых, введем некий параметр. Н. Да. Ну, один, да, у нас в общем случае. В сложных схемах может быть и больше, но в простых, которые мы будем, в общем-то, рассматривать в течение семестра, будет один. И в случае шифрования этим параметром у нас будет длина ключа. На следующей лекции мы начнем рассматривать хэш-функции. Собственно говоря, от антенны это будет длина выхода хэш-функции. То есть есть некий параметр безопасности схемы N. И затем мы рассуждаем, опять же, о вычислительных возможностях атакующей стороны. Вот. И рассуждаем о том, что, собственно говоря, можно сделать эффективно, а что нет. Какие-то вообще вещи, что у нас уже были, да, по сложности алгоритмов, наверное. В общем, понятие полиномиального времени вам знакомо? Да, наверное. Вот. Собственно говоря, эффективные вычисления мы будем связывать с полиномиальным временем. Да, то есть предполагать, что у нас атакующий, собственно говоря, ограничен, да, во времени исполнения, в общем, на машине кьюлинга и, соответственно, на любых других там вычислительных системах, да, которые полиномиально приводимы. Соответственно, к машине кьюлинга. Вот. А полиномом от N, да, Никкин? Вот. То есть мы теперь рассуждаем не о каком-то конкретном времени исполнения, а о некой асимптотике, да. Вот. И точно так же с вероятностью взлома мы тоже будем брать асимптотический подход. Вот. Так. Так. И, собственно говоря. Так. не страшно. Да. То есть время у нас F от N, да, там, в случае, собственно говоря, схемы шифрования получается, что у нас время работает, да, ограничено неким полиномом от длины ключа. Так. А про вероятность, собственно говоря, вскрытия схемы. Мы вводим понятие пронебрежимо ничтожно малой функции, да, которое мы будем обозначать сокращением NEDL, да. Вот. Вот. И определение у нас такое, пронебрежимо малая функция, это такая функция, которая на вход принимает натуральные числа, на выход дает положительное число рациональное, да, так, пронебрежимо малая функция, такая функция вот, соответственно, с таким определением входа-выхода. Что для любого многочлена F, да, наперёд заданного, существует такое значение N большое, да, такое, что для всех N маленькая больше, чем N. Соответственно, вот, вот мы следующие условия. Говоря простыми словами, пронебрежимо малая функция, это функция, которая бывает быстрее, чем любой наперёд заданный поленом, да. Для достаточно большого, ну, то есть, начиная с некоторого значения N. Поленом имеется ввиду, где мы с целыми степенями, да? Вот, при старшей степени. Сторона не только потребует для линейной функции, это условия. Чего? Потому что на условиях потребует только для линейной функции. Собственно говоря, вот, в криптографии, да, все поленомы, которые нам интересны, это с целыми степенями, как правило, вот, и обычно с положительным коэффициентом при старшем члене, вот, ну, потому что остальными мы все равно пронебрегаем, да, в асимптотике, вот, и, собственно говоря, да, собственно говоря, поленомы с дробными степенями мы, в принципе, тоже можем отбросить, вот, потому что мы, в принципе, всегда можем округлить, да, там большую сторону, вот. Ну, то есть, в таких асимптотических утверждениях там всегда можно, как бы, немного огрубить модель, да, то есть, в принципе, эти дробные до степени, округлить в большую сторону, и, в принципе, да. У меня раз это к тому, что у нас теперь поленомы на высшем степени больше одного, да, он больше, чем на высшем степени один, правильно, на низкоючности? Степень поленома больше, чем один, но не бесконечность, нет, здесь, ну, некие фиксированные числа наперед задавные. Вот, то есть, суть-то в чем, надо же, как бы, так, понимать, зачем нам это надо, то есть, у нас есть некий анализ, да, там, асимптотический, вот, то есть, мы здесь берем, фиксируем поленом, некий, да, там, положительный, ну, с положительной степенью, с целыми числами, в принципе, это все дело анализируем, получаем, там, собственно говоря, некий результат, да, для некого, опять же, абстрактного N маленького. Потом, собственно говоря, приходит там черед практики, на практике уже там рассматриваются конкретные атаки, да, там уже, может быть, какие-то поленомы иногда получаются реальные, вот. И, собственно говоря, из этого мы выбираем некое значение N, да, там, допустим, 128-192 гита, это значение еще берется и, там, на практике с неким запасом, причем, как правило, большим, относительно из самых лучших, в общем-то, атак, которые нам известны, мы еще берем, там, многократный запас, вот, да, и потом с этим мы живем, то есть, в принципе, большой точности здесь не надо, и, собственно говоря, да, нам просто надо понимать, что, в общем, некая асимптотика сходится, ну, в теории, а на практике потом главное не ошибиться с выбором параметров. Вот, поэтому модели, в принципе, мы можем брать другую, да, то есть, в принципе, тот же там P от N, да, там, на практике вообще-то мы можем, там, взять, там, допустим, N, там, не знаю, в степени 190-7 гитрова, вот, и все, то есть, ну, а остальные нам, как правило, там, члены будут и мало интересно, да, потому что, ну, в асимптотике мы все равно, конечно, быстро уйдут, но если там, наверное, не достаточно большое. Вот, да, собственно говоря, пренебрежимая малая функция, да, то есть тоже убывает быстрее, чем некий поленом, да, там, в принципе, и поэтому тоже там поленом можно брать так же грубо, вот. И, в принципе, какие-то конкретные значения поленомов, все прочее, как правило, и не рассматриваются в теоретической фотографии. На практике, ну, бывает, там, анализ какой-то удается осуществить, но это уже, как правило, полезно, вот уже, когда мы идем к выбору конкретных значений, да, то есть, когда уже там пишется некий стандарт, вот, что-то желательно, конечно, уже понимать, вот. Ну, пример такой понеближимо малой функции, да, которые на практике чаще всего встречаются, это 2 в степени минус m, да. Например, вот, то есть, убывает быстрее, чем любой поленом, начиная там, с некоторого значения m. Ну, понятно тут, да, более-менее. Надеюсь, все, то есть, мы, в общем, берем такую модель, которая, ну, на самом деле, грубовата, много, но много, о чем нам уже говорит. Вот. А в чем физический смысл этого этого мега? Типа, что это, грубо говоря, максимальная скорость, как его можно вычислять, или что? Нет, это некая максимальная вероятность, с которой схема будет взломана, да. То есть, как раньше, вот, мы говорили, там, о Т-эпсилон, да, где псилон, это какое-то конкретное значение, да, то есть, не обязательно понеближимо малое, то есть, это может быть, допустим, 1%. Да, то есть, мы можем сказать, что, вот, там, пусть самый мощный, там, впечатлительный центр в мире здесь сама, там, эту схему, там, за 2 тысячи лет, с вероятностью 1%. Это, соответственно, там, 2 тысячи лет. Эпсилон 1%. Вот, а когда мы переходим к асимптотике, то, в принципе, мы говорим, что просто, ну, для достаточно большого размера ключа, да, для достаточно большого размера N, достаточно большого значения, вот, у нас получается, что вероятность, в общем-то, взломать схему пронебрежима мала, и, в принципе, нам это достаточно, вот, то есть, если рассуждать абстрактно, то все равно много нельзя сказать, и, в принципе, достаточно сказать, что вероятность провала, суть функции пронебрежима мала, да. Так. Немного. Так, так, так. Может, режима мала, да, и теперь давайте, собственно говоря, вернемся. Сейчас, сейчас мы уже на примере, да, это все разберем. Да, да, вопрос. Там, где неравенства не было, это асимпетически имеется в виду, или по той очереди? Это асимпетически, да, то есть, ну, начиная с какого-то вот значения, вот. То есть, для любого фиксированного полинома, да, мы фиксируем значение N большое, да, и начиная с этого N большого, у нас, собственно говоря, пренебрежима малая функция бывает, в общем, у нас уже есть по позначению меньше полинома. Да. Да. Сейчас, так, вот это получается для любого полинома или фиксированного полинома? Да, то есть, бывает, значит, меньше, чем, да, обратное полинома. И в какой-то полином для любого полином существует? Смотри. Чего? Для любого полинома существует... Ну, то есть, мы сначала фиксируем некий полином, да? Короче, существует такой полином. А потом, собственно говоря, зная полином, мы фиксируем, ну, назначение N большое, да, и начиная с этого. Ну, то есть, ну, в принципе, для любого полинома, получается, убывает быстрее, да? А можно попросить вас в будущем немного побольше контров писать? Кого? Контров много побольше писать. Да, да, да. Тут три записи, они сразу не контры написать. Ну, не все, а есть шутки для любого. Давайте попробуем так. Как ты, да, не очень нормально. Да, сейчас. Вроде понятно. Ну, тогда да, у нас получается, что для любого N, да, существует N такое, что для любого N больше, чем N. Вот так, да? Не знаю, как это все там в камере видно. Еще раз можете сказать, за что полином P отвечает? По полином P у нас, собственно говоря, так, давайте еще раз перепишем. Так, собственно говоря, для любого, ну, ничтожно малая функция, да? Эта функция такая, что, собственно говоря, для любого полинома, да, существует значение N такое, что для любого, N большое такое, что для любого N маленького больше, чем N. Да, собственно говоря, меньше, чем, да, обратная величина. О, вроде так понятнее, да? Да. Да, и теперь ошибок нет. А не было один на всех полином. Функция одна, да. То есть, вот, допустим, эта функция там у нас 2 минус N, да? Заранее известно. И вот эта вот функция 2 минус N у нас убывает быстрее, чем любой полином, да? Понятное дело. Вот. Начиная с какого-то значения. Так. Да. Сейчас. Сейчас, да. У меня просто это все в конспекте даже опущено. То есть, если это кто-то желает написать, соответственно, в этот ваш вики. Вики конспект, да? Вики конспект, да? Вики конспект было бы хорошо. Вот так. Вот. Тут все это по запущенному. И... Так. Что у нас теперь? Полетки. Так. И давайте теперь, собственно говоря, вернемся к определениям абсолютно стойкости, да? Собственно говоря, у нас было два определения. В первом мы привязывались к распределению сообщений, да? Вот. И, собственно говоря, говорили, что после перехвата сообщения у нас картинка в глазах атакующего должна быть такой же, да? Как и до перехвата. Ну, то есть, мы это постулировали через раненство условной и безусловной вероятности, да? А теперь, собственно говоря, мы этим определением пользоваться больше не будем, потому что он достаточно тяжело будет как-то развивать. Второе у нас было определение, ну, точнее, у нас даже было три, да? Третье у нас было определение, на самом деле, про абсолютно неразличимость, да? В чем состоит свойство абсолютно неразличимости? Грубо говоря, в том, что мы играем в некую игру с атакующим, да? То есть, вот, ну, допустим, атакующий говорит, что я взломаю твой шифр. Я говорю, ну-ка, давай поиграем. Вот. И в чем состоит игра? У нас атакующий сначала выбирает два сообщения, да? Дает их мне, допустим, да? Вот. Я отшифрую, даю обратно одно из. Вот. И, собственно говоря, атакующему надо угадать, какое, собственно говоря, сообщение. Вот. И вероятность этого должна быть равна одной второй, да? Ну, с вероятностью в одну вторую всегда можно угадать одно из двух сообщений. Собственно говоря, это было понятие абсолютной стойкости, и от него мы сейчас будем двигаться к понятию некой достаточной стойкости, да? На практике. Вот. А здесь, в отличие от шифра одноразовых блокнотов, нам надо сказать про одну вещь. То есть, в этом шифре мы опускали в определение, если мне память не изменяет, опять же, проверьте. Со всеми этими определениями можно как бы играться, и, в общем-то, это все делается. Если вы посмотрите там разные книги, то в них всех эти определения скачут немного, нотации скачут и так далее. Ну, то есть, считается, ну, немного не устоялось это все еще, да? И, в общем-то, считается, что не так страшно, какую нотату ты используешь, пока ее, в общем-то, человек может понять другой. Вот. Что, опять же, бывает в сложных случаях и не всегда. Ну, ладно. Иногда можно и себя обмануть на пациенте. Да? Не очень тривиально. Вот. Так. Понятие достаточной стойкости. Да. И, да, шифра одноразовых блокнотов у нас, собственно говоря, работает для сообщения фиксированной длины, да? Поэтому мы там, собственно говоря, в определении игры, к чему я все это вел, опускали там понятие длины сообщения, да? Сейчас его будут директивно вводить. Вот. И, в общем-то, мы будем требовать, чтобы у нас в игре атакующий выбирал сообщение одинаковой длины. Вот. И оно дальше будет так и тянуться. Зачем это надо? На самом деле, на практике у нас большинство шифров, используемых, какую-то информацию о длине сообщения выдают. Вот. Ну, как правило, в неких пределах, да, то есть мы потом там будем рассматривать блочные шифры, там, собственно говоря. Ну, и известна длина сообщения, там, с точностью до блока, да, там бывает. Вот. Ну, тем не менее. Мы сейчас будем требовать раньше длины сообщений и, в общем-то, будем мы немного, собственно говоря, немного отходить от нотации, которую мы использовали в прошлый раз, да, с гигантскими скобками квадратными, но, в принципе, лишь только с целью, чтобы потом использовать одно и то же одно значение в разных, опять же, нотациях. с гигантскими скобками, в общем, давайте деталям. Игра о достаточной стойкости шифра, определение достаточно стойкости шифра, да, то есть шифр, соответственно, геннгдак является достаточно стойким или вычислительно стойким. Если в следующей игре игру мы, собственно говоря, по англоязычной терминологии будем называть Инт и Ви Ван, да, один. Вот. Что вообще означает название игры? Инт, да, то есть Инт, это от слова Инт Distinguishibility, неразличимость, да, есть глагол Distinguish, различать, отличать, соответственно, от него идет существительное глагольное Distinguishibility, различимость, и от него отрицательная форма, это слово, которое уже довольно сложно выговорить, и Distinguishibility, соответственно, неразличимость. Вот. И Ви, соответственно, от слова Переводим, Перехват, да, и, соответственно, циферка один говорит, что мы рассматриваем случай перехвата одного сообщения. Ну, то есть игра о неразличимости, которую мы теперь будем ассоциировать с достаточной стойкостью, с длинной стойкостью и четырехвата одного сообщения, да. Так, и так, значит, мы хотим, чтобы у нас в игре было следующее, то есть у нас неприятель, да, давайте я буду тремя буквами теперь писать, да, АДВ. Бывает, используют фигурную букву А, да, там, ну, когда есть доступ к вкладу, куда же там можно все эти шрифты делать. Вот, на доске довольно сложно, как бы, отличать там обычную латинскую букву А, ну, фигуристы. Вот, поэтому, да, я буду просто писать АДВ, да, АДВ, да, АДВ, соответственно, неприятелю. Вот, и что мы ему теперь будем пожевать на вход каждый раз на самом деле, чтобы он у нас понимал вообще, с какой схемой работает, мы ему теперь будем передавать, собственно говоря, параметров N, да, которые в случае у нас нотации, которая обычно используется, записывается как вот один N сверху, что это значит, да, давайте напомним нотацию, вот, которую мы используем, да, то есть вот так мы обозначаем, собственно говоря, подкидывание монетки, да, то есть выбор случайного бита. Генерацию случайной битовой строки длины N мы будем обозначать схожим образом, да. Вот, соответственно, если у нас строка по размеру не ограничена, то будем использовать звездочку. Так, и, собственно говоря, тогда у нас вот один N аналогично это запись гунарной нотации числа N, понятно, да, то есть это просто N единичек. Да, то есть это просто гунарная система исчисления, мы так записываем N, вот. А звездочка это вообще любая длина, да? Да, звездочка, да, это не произвольной длины, соответственно, битовая строка случайно. Вот, и, собственно говоря, зачем вообще используется такая странная запись, да, числа N, но, собственно говоря, потому что теперь у нас неприятель, это некая машина, которая отрабатывает за полиномиальное время, да. Полиномиальное время от чего, соответственно, от размера входа, да, ну, стандартно, как бы. Ну, наверное, про машину тюринга все такое рассказывали. Ну, да, понятно, да, что, собственно говоря, на ленте записан вход, да, за полином некий к размеру входа машина должна отработать, и, собственно говоря, вот, соответственно, за полином от N в таком случае у нас вот эта машина должна отработать, да. Ну, потому что, собственно говоря, вот это обозначение говорит о том, что вот машина должна отработать за полиномиальное время от N, да, то есть, на самом деле, все просто, хотя по нотации сначала, может быть, немного это все отработает. Так, и, собственно говоря, возвращаясь по стеку на несколько шагов назад, что у нас делает неприятель в игре? Он выкидывает два сообщения N0, N1, да, такие, что длина сообщений равна. Так, дальше, собственно говоря, напоминаем нотацию, если атакующий не делает шаг, то делаем его мы. Так. Мы выкидываем случайный бит, да, подбрасываем монетку, идеальную, цифровую. Так, теперь я вот не помню, кстати, кто там у нас в определении было в прошлый раз. Ну, в этом случае мы уже будем полагать, без потери общности, что у нас шифротекст является неким вероятностным, да, то есть, недетерминированным. Ну, то есть, функция у нас теперь получается недетерминированная в общем случае. Хотя, в частном случае, может быть, таковой. Так, теперь, собственно говоря, мы передаем, опять же, нашему неприятелю. Так, шифротекст, и, собственно говоря, теперь у нас по раме, там, опять же, будет улавная строка. А что-то крючь на одном нагревается? Да. Мы поставим, что-то я вам писаю. Да, да, на самом деле, можно сейчас написать, что у нас пока генерируется ген, да. Ген тоже, в принципе, у нас ограничен теперь по времени работы. Да, для строгости можем как бы это подтверждать. Так, и, собственно говоря, да, у нас, мы говорим, это гид. Бэштрих, да. И побеждает у нас неприятель в случае равенства гидов. Бэштрих. Бэштрих, это вот гид, который обозначает от рейт неприятеля о том, какое сообщение было закодировано. То есть мы кодируем сообщение прямо с индексом В, да, и неприятелю, соответственно, надо угадать. Такое сообщение было зашифровано. Он делает это, в общем, пытаясь угадать M. Бэштрих, собственно говоря, индекс. Вот, и, собственно говоря, если вот у нас неприятен выигрывает, да, то мы выход вот всей этой игры полагаем равным единице, да. Ну, истинно, да, соответственно, единица там. Плош. Ноль, да. Вот. Ну, и вот здесь, соответственно, да, проверка на равенство, да, грубо говоря, терминологии программирования. Вот, то есть по присваиванию мы обозначаем соответствующим знакомым. Так. В общем, куча. Нотации, но вроде все пока понятно, да, наверное. Здесь всем. Так, и, собственно говоря, теперь мы определили эту игру. Что мы делаем дальше, где у нас появляется, собственно говоря, уже в режиме малая функция. Ой, у нас до часу, да? Сейчас десять. А, час десять. Час десять. Ладно. Так. Час десять. О, и возвращаясь дальше по стеку, да, как бы, к определению. Мы же с чего начинали? Мы начинали с определения вычислительно стойкого шифра, да. И заодно неразличимости, да, достаточной. Вычислительная стойка неразличимости. Вычислительная неразличимость. Вот. Соответственно, определение будет таким. То есть, шифр ген-энд-эк является достаточно или вычислительно стойким к атакам на основе шифра текста в случае перехвата одного сообщения. Если, соответственно, в принципе, определение такое же, да, но просто сейчас мы будем это переиспользовать еще в нашу игру. Поэтому мы ее теперь обозначаем просто обрегатурой. Да. И опять же еще надо понимать, что наша игра еще параметризуется параметром M. Да. То есть, параметром безопасности дыма и ключа нашего шифра. Ой, много всего, да, сразу. Так. Моги могут плыть при этом чутка, но это нормально. Вот. Так. И, соответственно, в отличие от абсолютной стойкости, да, где у нас было равенство строгое. Смотрите. Ой. Опять что-то не пропишу. Так. Одной, второй, да? То есть, с врядностью одна, вторая. Можно как бы это в игру выиграть всегда. Вот. Но теперь у нас определение меняется. То есть, вместо равенства у нас теперь появляется неравенство. Меньше или равно. Да. И, соответственно, теперь мы допускаем некую вероятность провала. Единственное, нас как бы волнует то, что у нас эта вероятность должна быть пронебрежима малой. Можно просить? Да. Ну, в случае, куда меньше одной, второй, мы просто не можем поменять алгоритм противника. То есть, сменить сообщение, которое ты выбираешь, и получим больше одной-то тройсов. И он будет выигрывать теперь. Сменить сообщение. Ну, сменить выбираемый ответ. Отрицание составить. Тогда у нас будет больше. А, в смысле, почему не поиграть в игру нечестно? Ну, то есть... А, нет, ну, то есть, здесь есть просто некие условия, да, то, что мы в игру играем честно. Ну, и, собственно говоря, в этом случае нас, собственно говоря, она интересует. Да. Смотрите, вот в чем вообще здесь есть некий такой нюанс, да. То, что мы, в принципе, говорим, что может делать у нас атакующий, да. Вот. Но мы не говорим вообще, как он это делает. То есть, вот этот алгоритм АДВ, да, у нас каждый раз внутри может делать все, что угодно. То есть, мы не предполагаем, что там неприятелю, там, известен какой-то язык, да, в отличие от истории эгристики, что неизвестен, что у него там показатель, там, некий IQ, там, больше какого-то, меньше, там, в общем, и что там, допустим. А еще чего-нибудь, все, что мы, в общем, предполагаем, это то, что он ограничен в полиномиальном времени. Более того, у нас по определению, по принципу Кирковса, точнее, атакующий знает определение всех алгоритмов, да, ген, энг, дек, генерации ключа, шифровки, расшифровки. И, собственно говоря, он знает параметр N, да, он не приходит на вход. То есть, в принципе, у нас атакующий знает все, кроме ключа и может делать все, что угодно, вот, в пределах некой игры. Вот. Ну, единственное, что вот, да, от игры, как бы, отходить не может, так же, как и мы. То есть, в игру мы, как бы, играем в рамках правил. Так, почему-то вот два года назад все это двигалось быстрее, сейчас я могу спеть. Наверное, в субботу все-таки тяжелее это все идет. Так. Так, ну, зато, наверное, все это... Мы уже смотрели, да. Вам пока может кажется, что это все манипуляция руками в вальнике. И оно, в принципе, так и есть, наверное, на данном этапе. Так. И смотрите, то есть, у нас было два допущения, да, когда мы шли от абсолютной стойкости к чувствительной. Достаточно. То есть, первое, что у нас неприятель теперь ограничен во времени. Да. Вот. Исполнение. И второе, собственно говоря, допущение. То, что теперь мы можем потерпеть неудачу, но сничтожено малым перевесом органе приятеля. Да. Вот. И, собственно говоря, дальше мы говорим, что у нас, в принципе, это аж не волнует. Потому что, когда там, ну, на практике уже будет разрабатываться, стандартизироваться конкретная схема, то, собственно говоря, этот N будет выбран достаточно большим. И, собственно говоря, вероятность того, что наша схема провалится, будет, собственно говоря, нас не интересовать. Насколько она будет малой в конкретном значении. Так. И что еще? Что еще? Что еще? Да. То есть, если у нас шифр, собственно говоря, одноразовых блокнотов является абсолютно стойким, означает то, что его нельзя сломать, собственно говоря, на любых компьютерах. Квантовых, не квантовых, инопланетных, ну, каких угодно. Потому что, ну, мы там никаких допущений не делаем, да. Вот. Сейчас, собственно говоря, мы уже допущения делаем. Мы, собственно говоря, теперь имеем слегка менее безопасная схема, зато практичная, да. В отличие от шифр одноразовых блокнотов и прочих шифров с абсолютной стойкостью. Вот. Возможных. Так. Так, так, так. Теперь, собственно говоря, мы продолжим производить манипуляции руками, да. И рассмотрим, как теперь мы будем создавать шифр достаточно стойкий. Для этого, опять же, нам понадобится некий объект, который мы назовем, который вообще называется, криптография генератором псевдо-случайных последовательностей ГПП. Вот. Опять же, что это такое, и, в общем-то, зачем оно надо. То есть, в криптографии вообще нам всегда нужна случайность. Шифр одноразовых блокнотов у нас, в принципе, будет стойким, в том числе, когда у нас процедура генерации ключа отрабатывает как надо, то есть, возвращает ключ, где все, в общем-то, биты выбрали случайно, да. Вот. На практике, собственно говоря, это получить тяжело, поэтому тяжело сгенерировать достаточное количество случайных битв. Сейчас на этом останавливаться нет времени, может, тогда на следующей лекции вначале расскажу подробнее. Вот. Ну, в принципе, что у нас, собственно говоря, тогда используется на практике. Есть некая случайная строка затравочная. по-английски SID. Затравка. Ну, некая случайная строка, да. Можем обозначить, собственно говоря, БФР. Случайность. Вот. Собственно говоря, она подается генератору псевдо случайных последовательностей. Да. Наша случайная битвая строка. НАТО-СИРАТА. НАТО-СИРАТА. У нас некая строка, да, длиной N случайная. И, в общем-то, у нас генератор псевдо случайной последовательностей возвращает битвую строку длиной L-N. Вот. Эта строка у нас является уже не случайной, а всегда случайной. Да. и что это, собственно говоря, значит. Так, давайте, наверное, начнем с определения, а потом уже будем, собственно говоря, вносить некую ясность. Так, определение генератора псевдо случайных посыленности. Возьмем некоторый многочлен L-N и некоторую детерминированную функцию детерминированную, да? G большое. Которая у нас исполняется за опять же полиномиальное время. и функция G такова, что отработает за полином, такова, что для любого N и любой строки S, да? на вход поднимаемый. Так, а G, соответственно, у нас понимает. Опять же, число N, да, и 2 строки, а, и строку S, на самом деле, можно здесь упустить 1, да? Здесь, в принципе, содержится строки S. число N. Так, и такова функция, что для любого N и любой строки S, да, длиной N, результат G от S есть строка длиной L от N. G от S является генератором псевдослучайных последовательностей, если выполняются следующие условия. два условия у нас будет эта функция. Два условия у нас будет эта функция. первое условия расширения. Для любого N. Для любого N. Сейчас N больше N. Да, то есть у нас выход по размеру больше, чем вход. Иначе нам, в принципе, функция не интересна. В качестве генератора псевдослучайной последовательности. В качестве генератора псевдослучайной последовательности. Про случайность вам не рассказывали до этого? Ну, вычислили вам в смысле. Случайность по Калмагорову. Что, собственно говоря, мы считаем случайным. А что нет. Вот, ну то есть есть некие определения, вроде определения Калмагорова, да, более такие дистанциальные, далекие от практики о том, что, допустим, строка S является случайной, если длина самой короткой программы, которую описывает S, равна длине S. То есть нельзя строку описать программой меньше, чем длина самой строки. Вот, ну это все немного теоретично. Вот, на практике мы используем немного другой подход, да. Так, свойства псевдослучайности у нас второе. Первое свойство расширения. Второе свойство псевдослучайности, да, где определение у нас будет вычислительным. Определение будет следующим. Для любого. Вероятно, основа алгоритма с полиномерным временем работают D. Да, то есть второй подход – это вот обобщение непрактического подхода. То есть, не знаю, слышал, кто нет, как на практике мы решаем вопрос, является ли какая-нибудь функция хорошим генератором случайных чисел или нет, есть набор никаких тестов статистических. Вот, ну там есть стандарт NIST, есть еще там какие-то альтернативные. И, в общем, да, эти, собственно говоря, статистические тесты генератор должен проходить всем до случайных строк. Да, есть, опять же, проблема, что, ну, это все-таки фиксированный набор тестов, и его там все-таки всегда можно обмануть, да, то есть это, опять же, набор неких эвристик. Вот, то есть, может быть, какой-то генератор его и пройдет, но на самом деле потом можно будет эффективно обличить генератор. Вот, поэтому мы, в общем, этот практический подход говорим, что, в общем-то, наш генератор нельзя будет обмануть любому эффективному тесту. Да, свойства псевдослучайности, опять же, повторюсь, до любой вероятности алгоритма с полиномиальным временем работы, да, у нас верно такое, в общем, свойство. То есть, заметьте, ну, для любого, собственно говоря, алгоритма должно выполняться, ой, вот такое, так. с 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Сейчас я объясню, что это значит. 2, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2. Так, где, собственно говоря, выход равной единицы говорит о том, что алгоритм D угадывает то, что поданная на вход строка является псевдослучайно-неслучайно. То есть выход D равная единица псевдо-случайная строка. И, соответственно, ноль, значит, случайно. То есть у нас алгоритм D пытается некий произвольный найти псевдослучайную строку. Отличить ее случайной. И, собственно говоря, вот эта вот формула у нас выполняется для... Так, вы просили квантеры, да? Сейчас вам их будет. Так, выполняется для, соответственно, любого S, который является случайной строкой длины N. И любого R, который является случайной строкой длины N, скажите, простой слой. Какой? L от N. Да, потому что у нас G расширяет строку S длина стадия. А, написано случайная. Это... Случайная строка. Нет, там M почему. Там просто жадность. Чего? Нет. После... Ладно, написано M. Вот так. Вот так. Вот так. Как-то написание всех этих компьютеров. К сожалению, так. SR. DG. Да, у нас главный? А мы зафиксируем, что у нас вход N и выход L от N, да? Или это у нас какая-то константная числа? А, нет. L от N, да. Да, теперь да. Да, да, сейчас. Так. Ну, на самом деле, если писать вообще абсолютно строго, то должно быть... Да, наверное, еще вот существует N, такое, что для любого... Существует N большой, такое, что для любого N. Да, то есть это опять же выполняется только для достаточно больших N. Вот, да, еще один квантер. Можно еще раз, что D делаем? D? Да. D пытается угадать, является ли строка, которая подается на вход случайно или псевдослучайно. То есть выходом генератора псевдослучайных последователей. В смысле, а псевдослучайно это как бы скорее фиксированное или тоже лишаемое, но просто более угадываемое? Псевдослучайно это строка, которая является выходом функции нашей G, да, генерала псевдослучайной строки. И этот алгоритм является детерминированным и расширяет, собственно говоря, строку случайную длиной N до строки. А то есть мы просто угадываемые, типа, получили на нее Sg или просто рандомный экзамен? Да, да. Вот, и на самом деле, смотрите, здесь опять же у нас D ограничено полиномом, да? Вот, то есть, в принципе, вам в качестве подумать дома за чаем, да, следующее, в общем-то, упражнение C. Вот, пусть, допустим, это, кстати, вопрос на экзамен, будет так, чтобы все равно пригодиться. Вот, пусть у нас, значит, LN равно 2N, да? Ну, то есть у нас генератор псевдослучайной последовательностью угадывает, ой, расширяет строку. Соответственно, N-битную до 2N-битной, да? Вот, теперь предположим, что у нас D не ограничен полиномом, да? То есть может работать бесконечное количество времени. И, собственно говоря, вам надо будет придумать такой D, что он будет, собственно говоря, отличать. Ну, то есть, ломать вот это условие, добиваться результатов лучшего, чем уничтожена баллая функция. При этом у нас доступ G есть, да? Определение G по принципу Керговса нам известно, да. Вот, собственно говоря, то, что он расширяет от N до 2N, соответственно, тоже известно. В принципе, неважно даже, да, какое G, ну, то есть бесконечное количество времени отличить можно. Вот вам надо подумать, как. Так, слушайте, а почему-то по времени в этом году сложно совсем. Надо в будние дни, наверное, все-таки, да, это лекции читателей может больше. А, наверное, аудитория еще стала меньше, вопросов больше, да, повлеченности больше в связи с уменьшением людей. Наверное, если бы было три человека, то было бы совсем мудренно. Вот, опять же, вам, наверное, кажется, что это все пока, как бы, манипуляция руками, да, то есть, неожиданно с чего, непонятно почему, я вдруг ввел понятие некого генератора, да, как бы, с каким-то определением вообще, кто, собственно говоря, сказал, что такие объекты существуют, да, с некими абстрактами, там, функциями. Вот, ну, на самом деле, наверное, скажу уже в начале следующей лекции. Так, нет, нам надо, у нас есть пять минут? У нас целая практика впереди еще. Да, но там же есть еще на практике другая группа некоторая. Давайте я, в общем, кратко уже дам и скажу пять слов. И, наверное, все, мы закончим. А, собственно говоря, когда отдохнуть можно будет в начале практики. У вас до меня не было, да, никаких парк, то есть, в принципе, мозг у вас должен быть еще более-менее. Самое тяжелое, когда в субботу еще там с 8 начинается, да, и, в общем, по 9-40, тогда уже, наверное, мозг не совсем функционален бывает. Вот, соответственно, да, я, наверное, опущу тогда вопрос на следующую лекцию, с чего вдруг у нас вообще появляются все эти абстрактные объекты, с какого перепугу, да, там, какие-то генераторы, еще чего-то. Вот, и, в принципе, сейчас рассмотрим шифр, который вообще, ну, абсолютно теоретически, да, из учебника, соответственно, я его назвал шифром виртуальных блокнотов, потому что мы сейчас будем эмулировать поведение шифра одноразовых блокнотов, да. Вот, собственно говоря, предположим, что у нас есть, опять же, генератор псевдослучайных последовательностей, который из N расширяет N от N. Вот, так, и, собственно говоря, ведем следующий вообще шифр тогда. Так, функция генерации ключа отрабатывает случайным выбором, как, получается, вот так. Собственно говоря, шифрование тоже у нас как в шифре одноразовых блокнотов с одним только исключением. Так, у нас, да, СМ, опять же, все детерминировано до сих пор у нас, несмотря на обрученность определений. Так, и, собственно говоря... Ну, то есть мы, когда шифруем, берем наш ключ, его расширяем до псевдослучайной строки LATEN, и, собственно говоря, потом... Сори, да, делаем операции исключающего... Итак, шифр у нас работает для сообщения длиной LATEN. Ну, собственно говоря, это шифр одноразовых блокнотов, да, лишь только с тем исключением, что теперь у нас длина ключа является меньше, чем длина сообщения. Вот, такой, в общем, замечательный результат нами достигнут. Вот, и, собственно говоря, теорема 6, которую я доказывать не буду, мы расходимся. Вот, есть, да, временоды? Да. Ой, так, уже у нас перемена к концу подходит. Так, теорема 6, да, по пострадной нумерации у нас будет. Шифры виртуальных блокнотов являются достаточно стойким. К атакам на основе перехваченного один раз шифротекста. Если генератор псевдослучайной последовательности, ну, точнее, если функция Ж является генератором псевдослучайной последовательности. Вот, два года назад удавалось даже разобрать доказательства, которое еще и достаточно длинное. Вот, в этом году почему-то нет. Соответственно, я, наверное, доказательства вам вышлю в формате PDF. Это тоже. Так, и, в общем, на этом пока все. В следующий раз я, в общем, расскажу немного про генераторы, откуда они берутся и что вообще все это значит. И, в общем, мы теперь будем двигаться понемногу в практическую плоскость и на некоторое время от шифров отойдем. То есть на следующей лекции будет у нас рассмотрено понятие криптографической хэш-функции. Дальше мы двинемся, соответственно, в сторону структур данных на основе хэш-функции. И, собственно говоря, дальше рассмотрим протокол, вкратце, биткоина, который тоже на свойствах кэш-функции основной. Затем мы вернемся уже, соответственно, к еще более защищенным объектам, таким как все за случайные функции. И, в общем, будем уже двигаться в сторону практического современного шифрования. Вот. На этом все. Вопросов напикало. Такое количество. Не знаю. Хайбер читать. Вот. Вот. Вот чат есть. А, ну, что надо было что-то. Ну, уже поздно я приезжу. Ты как-то, а? Так, ладно, я тогда заканчиваю. Запись. Все тогда, значит, у вас тут... Да, скажите мне... Да, по поводу вики этого конспекта туда никто ничего не выкладывал. Надо с вами. Нашлись какие-то добровольцы, вполне. Пока еще никто не нашел. В добровольно-принудительном порядке. Надо ли как-нибудь еще. Как воде еще никто не выскался? Ну, ладно, значит, решите тогда конспекты сами, оно даже полезней. Вот. Насчет выкладывания этого конспекта целиком я не уверен, потому что у меня там... Сейчас я рассказывал того, чего в конспекте нет, сейчас я пропустил. В общем, не знаю, стоит ли выкладывал. Я выложу доказательства, да. Я не знаю, что не знаю. Я Darrу, что не знаю, где-то... cuando вы отпустили.